У Юрия Иванова Денький внучок, ну-ка не стесняйся. Вот его можно постоянно, ну раза два-три в день мыть. А так как у нас воды нету горячей, то мы используем проблемы. Вот приходится в электрическом чайнике греть воду и его мыть. Потому что, ну частенько я говорю, колонка вечером не включается. Если днем вот сейчас еще можно будет включить, то после пяти часов детей не помоешь. Ко всему прочему, в домах установлены газовые водонагревательные колонки. Но из-за отсутствия напора они даже не запускаются. Вот во всех домах для горячей воды примерно стоят такие газовые колонки. Просто давление такое маленькое, что автоматика не включает газ. Поэтому горячей воды нет. Проблемы с водой тут начались несколько лет назад. А во время поливного сезона у жителей с шести домов по улице Кубанской настоящая засуха. Горожане винят во всем устаревшую систему водоснабжения и нерасторопных чиновников. Часть труб уже, так будем говорить, изношенная. Давление, поэтому они, водоканал подает очень слабый, чтобы порыв в труб не было. Ну и естественно еще забитые трубы никто не хочет вкладывать деньги свои. Вот все видят в этом причину основную. То есть нежелание водоканала работать, а также городских властей. Начиная от мэра и заканчивая остальными работниками водоканала. После долгих попыток нам все же удалось дозвониться в водоканал. Однако никто из специалистов нам не смог ничего ответить. Мол, такие вопросы решает директор, до которого мы так и не дозвонились. Не отвечают. Каждое лето поселок Первомайский чем-то напоминает планету Шелезяку из мультфильма «Тайна третьей планеты». Полезных ископаемых нет, воды нет. Вот только населена она не роботами, а людьми. Олеся Колпакова, Самрад Ящимов, городской телеканал ЮТВ. Олеся Колпакова, Самрад Ящимов, городской телеканал ЮТВ.